Мам прекрасный Челябинск в ленту, точнее не в ленту, а в мое видео. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Всем добрый вечер, друзья. Я уже почти сутки как дома в Озерске. У меня сегодня новая кофта, кстати, Ньюшик. Прикольная кофта, такая коротенькая, конечно, широковатая здесь для зимы, для нашей русской не совсем может быть актуальна. Я, кстати, даже не помню, что я эту кофту заказывала. Может быть, мне что-то прислали другое или я что-то перепутала. Короче, не знаю, но кофта неплохая на самом деле. Такие оттенки мне идут. Загаря особенно хорошо смотрят, с которой у меня уже нет, к сожалению. Вот. Так что не все так плохо. Чуть забыла все, что хотела сказать. Меня многие спрашивают, какие у тебя сейчас планы и все такое. Я хочу сказать, что я не знаю, какие планы, потому что... Ну, есть какие-то новоросские, конечно, но я пока еще в такое вообще не понимаю, ну, все время путаю фрустрация, фрустрация. Не могу понять вообще, где я, что я, кто я. Вот. Поэтому пока что со всеми не пересречаюсь, сейчас со всеми тут не переотмечаюсь. Сложно сказать, какие планы. Вот. Но планы определенно есть. Конечно, сразу же не буду предоставлять весь список планов и дел. Вот. Но, в общем-то, я дома. Можете меня поздравить. Хотя, не знаю, нужно ли с этим поздравлять или нет. Вот. Пошла к брату, к его семье в гости. Так, друзья, мне написали линз. Покажу вам их чуть позже. Вот только в коробочке. Сегодня я буду вот такие вот линзы мерить. Кошачьи. Фирма называется Bad Blue. Оттенок этих линз называется D21. Ссылочки все будут в описании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Снова вещает Хотела с вами обсудить Что-то про отношения Потому что на самом деле вы мне уже Несколько из вас писали, что Лина Мы хотим обсуждать отношения Мы хотим видосики про отношения Что-то про отношения Ну, дорогие мои Мне нужны запросы, потому что Без запросов я не знаю, что обсуждать Ну, что вы видите, я не знаю Тут уже вторая Я, как обычно, сегодня У меня какой-то опухший колобок просто Я не знаю, видимо, еще прическа такая Прекрасно, прилизно Плюс я еще разжарела Видимо, все-таки, потому что мне даже родители сказали Что ты располнила Линочку Вот, есть у меня один запрос По-моему, я на него еще не снимала Ответ, я надеюсь Но вообще, хочу сказать, да, пишите Свои запросы, если вам интересно на какие-то темы поговорить Пишите конкретно на какие Конкретные вопросы Или даже ситуации В общем, вопрос следующий Если возможно, снимите видео про то Как должна себя вести женщина По вашему мнению Вот, по мне, девушка на свидании Не должна за себя платить Далее, дать понять Что с ней бесполезно манипулировать Но есть мнение, что на первом свидании Девушка не должна соглашаться Чтобы мужчина ее подвез до дома Как вы к этому относитесь Для меня неприемлемо Даже в начале отношений Если чел редко пишет Если мужчина спокойно живет Не зная, как ее потенциально Девушка Возникает вопрос Точно ли она ему нужна Но некоторые подруги говорят Что я перегибаю палку Кто-то говорит Что это еще лайт-версия Просуждать над тем жалко Слушайте, у меня сейчас Поехали Такое ощущение, что Может быть, я уже снимала Своё мнение на эту тему Я уже забыла Скоро достался Может, я не снимала Может, что-то похоже был Какой-то запрос Потому что вопросы Достаточно часто такие возникают Но на всякий случай Ответь еще раз Отвечу Батька, ты там шуршишь Я думаю, кто там шуршит Иди ко мне Кошка Иди сюда Иди ко мне Иди мой пес Мой толстый пес Который потолстел Иди Как мама Все потолстевше Иди ко мне Иди, мои швадки Иди, мамочки Ну иди Ты что, уже не можешь запрыгнуть? Дурик Иди ко мне Блин, да Ох Блядь, я реально Стала жирная Ничего, уже Дышать нормально Не можешь Батья, тебя надо Срочно отвозить в Голландию Потому что ты Дорогая моя Уже неподъемная Как я Почти В общем Отвечаю по порядку Про свидание Должна ли за себя Девушка платить По-прежнему Я считаю, что нет У меня никогда Не было свиданий На которых я бы Сама за себя платила Насколько я помню И, как я вам уже говорила Я стараюсь Всегда эту тему Сразу проговаривать Потому что для меня Это, конечно, неприемлемо Если Что-то там Гнездо, видимо Себеет Короче, если Если бы был Такой случай Что Мужчина бы сказал Платить Типа давай Свои 50% Там или за себя Сама Я не знаю Как бы я поступила Сказала ли я Про это или нет Ну, вообще Я думаю, что Сказала бы Но есть Какая-то вероятность Что мне было бы Типа неудобно Но Одно я знаю точно Что я бы с таким мужчиной Больше, конечно, не пошла встречаться Вот Как дать понять Что с ней бесполезно Манипулировать Можно бы это сказать прямо Но не так, что Не знаю Можем бы Манипулировать Ну Просто Не знаю Я вообще за то Что нужно высказывать То, что ты думаешь В какой-то более Аккуратной форме Не обязательно Сразу Я хочу замуж Хочу трое детей Там богатого То есть Не обязательно говорить Прямо все Ну, вот так вот В лоб Но, в принципе Я за то Что нужно изначально Говорить Что ты хочешь Какая я пуша Что ж такое То есть В любом случае Не тихарить Свои эти проблемы А не говорить Вот Но если вы видите Какие-то манипуляции Уже в ходе свидания То есть Сразу их нужно пресекать Недавно, кстати Было такое общение Когда я просто Конечно Постепалась на человеком Вот Который уже давно Знакомый мой Это был откровенный Какой-то развод На продолжение Вечера И это было Настолько нелепо Вообще Насколько Я не знаю Это Конечно Русские мужчины Это отдельный Вид Искусства Не в хорошем смысле К сожалению В общем Так Про то Что девушка Не должна На первом свидании Соглашаться Что мужчина Ее подвез До дома Я считаю Как раз-таки Нужно Не знаю Знаете Зависит Короче Потому что Наверное Есть какие-то Мужчины С которыми Может быть Опасно Даже ездить На тачке Но вообще Я обычно Прошу Чтобы меня Встречали И отвозили Если это возможно Хотя Зависит ситуация Если По-хорошему Мужчина Должен к вам Приехать сам Вот За вами К вам Но В принципе Возможен Такой вариант Что вы На первое свидание Где-то встречаетесь На нейтральной территории Скажем Сразу приезжаете В ресторан В кафе Но если У вас нормально Состоялась беседа И все Все адекватные Никто вроде С первого взгляда Не маньяк То есть Абсолютно Нормальное явление Когда мужчина Подвозит женщину Домой Для меня Это вообще Если человек Не будет Подвозить меня Для меня Это Более Странная ситуация Чем если Он меня Будет Подвозить Потому что Ну не знаю Мне кажется Это просто Даже этикет Какое-то Про то Что когда Мужчина Не пишет Каждый день Для меня Это тоже Странно Я считаю Хотя бы Ну там Не знаю Сообщение В день Если человек Там пипец Какой занятой Или не слишком В интернете Просто Когда мужчина Действительно Интересна Женщина Он в любом случае Будет выходить На контакт Даже если Он не может Много общаться Потому что Он очень занятой Все равно Он будет находить Хоть какое-то Время Чтобы с вами Хоть как-то Пообщаться Если вы Действительно Интересны У меня были Действительно Очень занятые Люди В моей жизни Но при этом Они Когда Они влюблены В вас Они Находят Время Чтобы с вами Общаться Они Названивают Написывают Все про американца Сейчас говорю На самом деле Поэтому Все это фигня Про то Что Там Некогда Как говорится Есть две причины Если человек мне пишет Или он умер Или он вами Не заинтересован Оба варианта Нам не подходят Поэтому Я тоже считаю Что мужчина Должен Обязательно Объявляться А тем более Если это пропадание На неделе На две недели Это вообще Говорит об Абсолютной Незаинтересованности В вас Как в женщине В каких-то Серьезных отношениях И так далее Моё мнение Поэтому Да Однозначно Я согласна Что если человек Для меня вообще По-нормальному Да Каждый день Должно быть общение Ну хотя бы Я не знаю Там иногда Там на день Ну не то Я не знаю Я считаю И все парни Которые были Мне заинтересованы Бывало Что поначалу Знаете Там несколько раз Может быть Нужно было Как-то более Заинтересовать людей И потом они уже писали Каждый день Звонили Там встречались Сейчас и так далее Но если при этом Уже когда вы были На свидании Человек все равно С вами продолжает Общаться в час По чайной ложке Очень редко Очень сухо Не знаю То как бы смысла Нет продолжать И вообще конечно Общение должно Все равно развиваться Должна эти энергии Человек должен К вам привыкать То есть должен быть Обмен Также голосовыми Сообщениями Фотками Видео Не знаю Встречи Обязательно То есть иначе Если вот этого Ничего нет Нет внедрения В вас В его жизнь В вашу жизнь То как Какие отношения Строить Человек просто Не будет воспринимать Вас серьезно И не будет Вкладываться Даже эмоционально В вас Думать о вас Не знаю И хотеть что-то С вами Поэтому Как-то так Вот такое мое мнение Ответ на этот вопрос Надеюсь что все-таки Я еще не отвечала на него Но повторение Отвечения Как говорится Можешь что-то новое Рассказала Вот такое мое мнение Ну а мы с вами Уже наверное Увидимся в следующем видео Решила выставлять видео Может быть постараться Более часто Но более короткие Потому что Ну не всегда есть Что снимать Рассказывать Вообще мне кажется Что когда я в России Я рассказываю Наверное Общаюсь с вами Больше В плане разговоров Чем когда я За границей Потому что там Ничего не до разговоров Так что в общем Короче до следующего видео Всех люблю Целую, обнимаю Пока Подписывайтесь Скрип на мой канал Если вы еще не подписаны И на мой инстаграм Лайк Элина До следующего видео